Я вас категорически приветствую, друзья. С вами Федор Сумкин, вы на канале GamePal Сумкин. Очевидно, но правда. И мы с вами продолжаем проходить игру-квест под названием Randall's Monday. Или в переводе на русский язык, понедельник, рэндл, хотя сегодня уже среда. Ну, собственно говоря, в прошлой серии вот этот вот хмырь, толстый хмырь в полосатом галстуке с сигарой. Довольно знатой такой сигарой, большой, он американский сразу видно. И маленьким компуктером, с посылкой в руке, на синем стуле. Перед, сзади него висит постер Чудо-женщины. Вот. В общем, этот говнарь нас уволил. Так что всё, мы остались без работы, и что делать теперь непонятно. Давайте мы с ним побазарим немножко, может, если у него будет. Фил, настроение, естественно настроение. Ты его так тотально достал. Так, компуктер. А где? А, вот кубик. Стоп. Странно, что он не показан. Так, давай посылку посмотрим. Нельзя взять её так просто. Нельзя просто так взять и взять посылку. Так. Я к ним не перетронулся. Кто знает, что там внутри? Ну, я не знаю, братан. Так, Чудо-женщина. Это блокад Фила. Если я его трону, то умру в ужас. Ну ладно, ладно, не будем, всё я понял. Так. И это я тоже не возьму. Братан, зачем ты вообще собирались это брать? Я просто хотел посмотреть. Так. Мяч. Я не могу взять... А, это Уилсон. Уилсон точно всё вспомнил. Так. Плакат, это зачем-то дирать плакат. Это тоже, да? Так, что ещё? Так, кулеры давай посмотрим. Пить не хочется. Это тоже плакат. Так. Я так понимаю, что нам надо забрать посылку, да? Я правильно понял? Так. Что у нас есть для того, чтобы забрать посылку? Может быть, ему дать пожрать? Я не знаю. Может, это как-то... Ставлю себе. Так. А что тебе надо дать? Может, ты хочешь старый засохший маркер? Так. Что бы тебе дать? О, может, я хотела дать? Да тебе газета вообще не нужна, братан. По сути. Так. Колечко, я понимаю, что ничего это не сделает. Ты его в ломбарже сдашь, да? Так. Конус. Я не знаю, правда, зачем. Так. Карточка метро. Я так понимаю, тоже она должна быть у нас. Так. Хорошо. Давай тогда посмотрим, что у нас говорится в нашей... Что у нас говорится в нашей... Подсказочки в нашем ежедневнике. Алло. Переверни. Так. Ну, тут надо так точно нажимать на эти стрелочки. Так неудобно. Алло. Наконец-то. Так. Так. Это мы и сделали. Это вход в метро. Это и есть. Цель 2 сделана. Так. Алло. Да нажми ты на кнопку. Ё-моё. Да что ж такое? Так. Это тоже сделал. Блин. Сбежать от Мюрре. Блин. Неужели у меня настолько жирные пальцы? Хотя 7 лет на фортепиано. У меня руки... Я не буду хвастаться, но мне говорят, что у меня просто идеальные руки. То есть они... У меня они толстые. Такие худенькие, скажем так. Но почему-то я не могу нормально нажать. Да что ты будешь делать? Ну, я пол серии переворачиваю эту страницу, долбанную буду. А-а-а. Ну, ты смеёшься надо мной. Ты просто переворачиваешь. Наконец-то. А-а-а. Пара ласковых с начальником. Рэндалла увольняют. Так. Убить котика. Убей. Какая Рэндалла покидает Эммерсон Экспресс? Начальник кидает ему в голову портативный радио... Что? Так. То есть мне надо уйти, да? Это всё, что я должен сделать. Неужели ничему дать нельзя? Я просто не знаю. Короче, всё. Пока больше подсказ я заглядывать не буду. Как получится, так получится. Отлично. Просто супер. И как мне теперь платить за жильё? Нужно срочно поднять деньжат. Твою мать, Фил, что ты творишь? Какой злопамятный. Так, всё. Теперь в подсказки не смотрим. Сломанное радио. Так. Теперь его надо осмотреть, да? Пара деталек не на месте. Всё. Отлично. Блин, сколько у нас уже предметов. Да мы прям богатенькие буратино. Так. Ну ладно, давайте теперь сходим в ломбард. Мне кажется, что нам надо туда. Фокализацию ты же не полезешь, да? Ну, значит, в ломбард. Попробуем сдать кольцо. Сейчас. Может быть, получится. Так. Начальник. Не начальник, точнее, а парень, который работает в ломбарде. Итак. Так. Давай мы тебе сдадим кольцо. Может быть, тебе сдать. В соединениях. Так. Давай-ка гайку тебе дадим. Моя прелесть. Ты, по-моему, должен поговорить про кольцо. Немножко реплики перепутал, братан. Так. Ладно. Убьём котика. Слушай, я не знаю, действительно, что делать дальше. Что мне продать? Я, блин, я так и сделал. Алло. Что мне продать? Ладно, давайте пытаться продать всё подряд. Палка с уткой. Понятно, его ты продавать никак не хочешь. Да ё-моё. Опять кнопка не нажимается. Да что ты будешь делать? То ли это баг игры какой-то, то ли, я не знаю. Рэндал. У тебя страница не переворачивается, склеилась. Да ты дурачок, что ли? Наконец-то. Так. Так. Это у нас это, как её? Проволока. Кому она нужна? Вот тебе она тогда зачем? Скажи мне, пожалуйста. Да ё-моё. Так, я так постоянно буду, что ли, делать? Так. Давай газета с жиром. Жаль, что никому не отдашь. Весь, наверное, полезно. Ну-ка, если я буду нажимать легонечко. Буквально. Чуть дотронусь. Так. Пирожок. Давай пирожок тебе дадим. Так. А может мне нас с ним сначала поговорить? То фиг знает. Меня поберешь с работы. Доброе утро. Поздравляю. Алоха. Блин, ну так и надо было сразу сделать. Блин, я тут вообще шарил, шарил с этими вещами. Что бы мне заложить, чтобы выручить денег на опалу жилья? Мне нужны большие бабки. Конечно, это не моё дело. Тебе не кажется, что ты парень преступник? Блин, он там сломан. Конечно, он преступник, братан. Но... Они же тут никто ничего не знает. Это скрытая информация. Так, давайте, ладно. Потом поговорим о том. Что там у тебя? Ну... Настоящая карточка метро позволяет безопасно перебещаться по городу. Раздвижная вешалка с уткой. Сам сделал. Неужели мне что-то пришлось отдать? Несколько страниц из официального каталога чудо-комикса, в том числе и супер цифрочка в классических нарядах. Почти нет пятен от масла и селёдки. Хе-хе. Крутая фигурка полицейского. Отличный бумажник из кожзаменителя. Совсем не воняет псиной. Так. Ну, давайте крутую фигурку полицейского. Фу, вот если бы это был красный, кто? Так, ладно. Это не получилось. Давай пробуем карточку метро. Ты серьёзно? Не интересует. Эммм. Блин, утку не хочу отдавать. О! Страница из каталога. Боюсь в таком состоянии каталог ничего не стоит. Так. Бумажник. Блин, не хочу отдавать раздвижную вешалку с уткой. Вонь даже отсюда чувствуется. Неинтересно. Серьёзно, я не хочу отдавать. Это реально будет самый ценный предмет. Ну, только козлы, конечно. Деревянно. У меня куча вешалок из нержавейки. Есть, не отдам. Сам и сделал. Ой, ну, ментально. Остынь, это профессиональная привычка. Ну, кольцо не совсем моё. Как-то неудобно его продавать. Дай-ка я уясним. Это единственная вещь, которая хоть что-то стоит, а ты не хочешь её продавать? Просто. О, чувствую, получит звездилиюн за это. Знаешь, лучше я ставлю её себе. Тебе не кажется, что этот парень преступник? Надеюсь. Тебе не кажется, что он из тех, кто может что-нибудь украсть? Наверное, но он лучший... Мой лучший поставщик. Я нашёл кое-что у пабули в подвале. Столько воспоминаний. Такое у меня уже есть, но я тебе заплачу, как положено. Блин, я успел прочитать. Видишь, отличный парень. Ладно. Кажется, здесь мне больше делать нечего. Всё равно, спасибо. Погоди, парень, не уходи так. Осмотрите, как следует у себя дома. Может, найдётся какой-нибудь хлам, который меня заинтересует. Похоже, тебе правда нужны деньги. Наконец-то, научился делать печальное лицо. Кажется, я знаю, где найти подходящий хлам. Сейчас попробую. Где найти подходящий хлам? У Морти Мора в комнате, что ли? То есть, кольцо ты так просто отдавать не будешь, да? Эх, если всё было так просто, и ты нажал на эту долбанную кнопку, братан! Ты когда-нибудь нажмёшь на неё с первого раза? Я уже всем пальцем перепробовал на неё нажать твоё. Уколать мне как-нибудь. Давай, давай. Есть. Наконец-то. Так. Ещё кольцо ты отдавать не будешь, да? Я прав? Так, да ладно. Ну, собственно говоря, я так понимаю, что у Мэла мне больше делать нечего. Убиваю. В квартире. Коробка склад. А-а-а-а! Ты про неё! Блин, я про... Да что такое! Про коробку склад я вообще забыл. Серьёзно. Я думаю, что он сейчас пойдёт шарить у Морти Мора в комнате, скажем так. А нет. Так, ладно. Давай тогда вот сюда. Пойдём в метро. Платформа. Вот. Сюда. Рэндал. Внимательно осматривайте новые предметы. Вы можете узнать, как использовать или даже получить новые предметы. Нормально, нормально. Так. Всё, мы отлично приехали. Интересно, сколько у тебя эта карточка вообще? Тоже довольно долго держится. Подожди, а как мне попасть внутрь? То есть, не как мне вообще попасть в дом? У меня же 10-ца сломалась. Где ты заберёшься? Серьёзно? А домой мне как попасть? Дед, помоги. Что ты думаешь, я буду... Блин. А, попасть мне домой, ты как? Алло. Всё как бы закрыто. А, вот оно. Вот так вот. А меня же там начальник ждёт. Ну то, что начальник мой этот... Квартирант. Блин, старый хрыщ Маркони ещё здесь. Нужно пробраться незаметно. Каким монетку там, я не знаю. Блин, Маркони ещё здесь. То есть, так просто он не проберётся. Может, с тобой поговорить, мужик? А что ж тогда сделать? Так, ладно, 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 шоколадно. То есть, Маркони ещё там. С ним, что ли? Да, блин, я всё хотел с ним поговорить. Да что ж такое? Всё хочу сделать, но не уверен. Надо быть уверенным в себе. Всё, ладно. Да, конечно. Спросите, сыр, я не совсем понял, куда вы меня послали. Повесил трубку. Как дела, приятель? Я Рэндалл. Привет, Рэндалл. Чего он нас повесил? Ты смеёшься? Конечно, видел бы ты себя. Я торгую продукцию, чудоматик. И сегодня явно не мой день, поэтому я такой кислый. Ну что, доволен? Как всегда. Что, ничего не продаётся? Продал только свои часы, чтобы за свет заплатить. Это были часы моего деда, его расцаряли над Ханоем. Ох, это ж, блин, не лучшее воспоминание. Капитан Кун спрятал их в своей заднице. Да, моя малышка Сютер давно просит щеночка. А я не знаю, что ей сказать. Я даже за ипотеку платить уже не могу. Почему разговор за щенках меня расстроил? А про пони думать не хочется. Так, в чём, говоришь, твоя проблема? Проблема в том, что я худший продавец в истории чудоматик индустриз. Уже два месяца нет продаж. Могу втюхать даже самые дешёвые базовые продукты. Я просто неудачник. Ты можешь помочь мне. Либо стрелять, либо срезать толчка. Но вот здесь сложа руки целыми днями жаловаться на жизнь, точно нельзя. Всё не так просто. Эх, найти бы богатого тупицы, толкнуть ему на борт и люс. Тогда всё бы уладилось, хотя бы на время. Я всё понял, что он хочет сделать. Смотрите, сейчас, короче, этот кислый мужик пойдёт, короче, к Марконе. И будет тюхивать ему свой набор. А мы, те времена, проберёмся в квартиру. Просто не знаю, как мы потом из неё выйдем. Лестница, ты вид, сломана. Чувак, я бы рад тебе помочь, но вчера сожрал на ужин пиццу в недельной давности. Если тебе нужен кретин по деньгах, то мой квартирный хозяин реально тупица. Денег у него до кучи. А почему ты не найдёшь другую работу? К сожалению, удача с ипотекой. Давай, короче, про Марконе. Ты серьёзно? Ну, так, это я в этом понял, короче. Ну, я ему задолжал арену за три месяца, и он до сих пор не выгнал. Короче, он там в тюхиве думал, чтобы он пошёл в лудай к Марконе. Стоит попробовать. Вдруг это мой последний шанс. Дашь мне его телефон? Я не против дать ему телефон, но сразу скажу. Он злобный старый пердун. Всё равно я попытаюсь. Как знаешь, телефон 555-10-13. Не звони ему в полнолуние, ходят слухи, что сам не свой в этом. Блин, всё приказывается, приказывается над Марконе. И позвони ему сейчас. Алло. Доброе утро, сэр. У вас есть свободная минутка? У вас есть свободная минутка? Я бы хотел рассказать вам о преимуществах нашего чуда. Найди нормальную работу, ублюдок. Эх. Снова неудача. Не знаю, на что я надеялся. Не сдавайся, друг. Давай ещё раз. Зачем он ясно дал понять, что это его не интересует? Так вот, как работаешь в чудоматике. Он тебя обозвал козлом, значит, ему не интересно. Мне же сразу сдаваться. Ладно, попробую. Алло. Доброе утро, сэр. Кажется, нас случайно разъединили. Опять повесил трубку. Вот козлина. Видишь, он прав. Я правда, ублюдок. Дай я попробую, ну-ка. Ты серьёзно? Я всегда серьёзно. Разве только найдётся простачок, которого можно использовать? Тут я не могу удержаться. Вруно пропал. Как ты там врёшь? Не знаю, как это понимать. Давай сейчас от телефона. Тебе терять нечего. Это верно. Ладно, делай, что хочешь. Начинаем шоу. Алло. Доброе утро, сэр. Вас интересует припятение новейшего набора продукции Чудоматик. Здравствуйте, мистер Маконни. Давайте купить кучу кламы, произведённого на старейшем оборудовании. А правда, что вы съели... Сейчас твою семью. Вы всё ещё ждёте меня в коридоре. Это же было. Сразу запалит. Нет! Ещё раз, давай. Я так и знал. И чё делать? Чё делать-то? Ещё раз позвоним? Давай ещё раз. Может, там просто надо привести какой-нибудь хороший аргумент? Не могу не поймать, откуда ты знаешь мою фамилию? Но если тебе жизнь дорога, прекратить донимать меня, сволочь поганая. Вот же козлина. Так человека обосрать. Так. Блан, давай ещё разок. Так. Хорошо. Мы уже попробовали два варианта. Попробуем ещё один. Это вырвано из контекста. Прощай! Ё-моё, какой же этот Маркони забавный, однако. Так, давай. О, нет, нет. Давай, продавец. Последний раз, давай. Там всё равно остался последний вариант. Хиггс? Это ты? Да, Хиггс у аппарата. Я высунул из квартиры, и денег у меня всё равно нет. Как вам такое? Да что ты? Ну, я знаю, кто сегодня будет ночевать на улице. Дошло? Да ладно вам, мистер Маркони. Я надеялся, что вы меня уже простили. Вызываю к вашему чувству приличие. Хотя, если подумаете, у вас его, наверное, нет, судя по тому, как вы одеваетесь. Ах ты, ублюдок, думаешь, это смешно, Хиггс? Попробуй сегодня найти ночлег. Удачи. Могу то же самое сказать про ваше пивное брюхо. Видали, я уже сказал. Ты что, серьёзно думаешь хоть чего достичь в жизни? Мне тошнит от тебя, Хиггс, гадкий ублюдок. Ты просто мерзкий червяк. Ползёшь под ногами, ищешь к кому прицепиться. Никогда не думаешь о важном. Честное слово, мне твои выходки надоели. Ты меня довёл до ручки. Слышишь меня? Я тебе надаю по мозгам, как следует. Так, он начал болтать, как начать мне рыло. Это надолго. Я что? Просто поговори с ним, это не сложно. Да я понимаю, конечно. Да, я понимаю, конечно. Ааа, он отвлёкся. То есть можно теперь зайти, да? Я прав? Вот видите, ребят, последний вариант оказался самый правильный. Я говорю, иногда, то, что ты ищешь, можно найти в том, в чём ты вообще не хочешь искать, и вообще думаешь, что там него нет. Если мразь у тебя исчезнет, мир станет лучшей. Смотри, астаксо-мойщик. Знаешь, что ты, Хиггс, ты меня реально достал. Короче, не буду читать, там он долго будет говорить. Я думаю, что и фразы повторятся будут. Бесконечно же у него словарный запас. Так. В комнату. Вот он. Хлам. Ты запихнул его в карман. Всё. А теперь мы, значит, едем к этому самому, как его? Ээээ... К Мелу. Если я правильно помню, его вроде так зовут. Так, ну ладно. К Мелу мы тогда поедем уже в следующей серии. А пока что. Ребятки, сейчас сохранюсь пока что. Так, вот это давай. Всё, сохранил? Сохранил. А пока что. Подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк. Напиши комментарии, расскажи друзьям. Подпишись на группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. А я с вами категорически прощаюсь. Категорически прощаюсь. Всё. Всем пока.